Чоу приехал. Я хотел посмотреть, насколько новое руководство предприятия реализовали те обещания, которые они мне давали при назначении. Государство очень сильно помогало и помогает до сих пор вашему предприятию и вашему холдингу. Подставляя плечо, я всегда думал, что я обязан это сделать, потому что вы на Гомсельмаш повесили в свое время два предприятия. Лид Агромаш и завод Литья и Нормали. Это были заводы в тяжелейшем положении. Вот мы это пережили, мы это выдержали и сегодня вы хорошо работаете и те предприятия вытянули. Вы наконец-то вышли на траекторию роста, как модно сейчас говорить. Пусть еще с поддержкой, с помощью какой-то, но вы не работаете на склад. Вы начали по качеству неплохо работать. Но это еще не предел, это не потолок. Держите качество. Будет качество, вот все говорят, производительность, производительность. Это правильно. Но я вам, как бывший аграрий, говорю, что с производительностью мы справимся. Но если не будет качества, не нужна ваша производительность никому. Вам тяжело в том плане, что таких, как вы, в мире море и даже больше, чем океан. И вам для того, чтобы продать вашу продукцию, приходится грызть зубами. И не только, как вы видите, российский рынок, но уже и Африку. И от этого никуда не денешься. Поэтому машиностроение надо держать. Надо цепляться за машиностроение, потому что это авторитет, это лицо нации. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Поэтому вы молодцы. Ну, и как ни приехать, ни порадоваться за вас. Да, еще немало проблем. Немало проблем. Я это знаю. Но если мы будем вот такими темпами идти, то через 2-3 года вы забудете, что когда-то были эти проблемы. В этом году наши крестьяне совершили подвиг. В то время, как некоторые тут бастялись по улицам, пусть немного, но в Гомеле это было, особенно в начальном этапе, до сих пор по Минску некоторые в воскресенье ходят, крестьяне работали от зари до зари. Ну, а как они могли работать без вас? Поэтому вы внесли огромный вклад в каравай. Тот каравай, как раньше говорили, который мы сегодня имеем. Вы производите тот товар и тот продукт, который нужен стране, и не только стране. 75% вы производите товара, который мы продаем за пределы и получаем валюту. Держитесь за этот завод. Вы никому в этой жизни нигде не нужны. И вот эта пандемия, которая разворачивается по второй волне, это все происходит то, о чем я вас предупреждал до выборов. Пандемия приходит и уходит, помните? Где будем мы? Остановимся? Я грубовато тогда сказал, жрать что будем? Вот оно и происходит. Сегодня, оказывается, Лукашенко оказался прав. Закрываться нельзя. И никто не закрывается в мире. Внешне не закрывается. Но многие остановили производство. И тот объем продукции, который мы произвели по продовольствию, мы в этом году по экспорту процентов 7 добавили к уровню прошлого года. Мир изменился, но то ли еще будет. Поэтому где-то надо и потерпеть. Где-то надо потерпеть. Страшная ситуация на планете. Ужасная. И это выливается вот в те столкновения, которые вокруг происходят. И нас так крылом зацепило. И еще добавила вот эта пандемия. Мы договорились, вы слышали недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим. Они отложили наши долги. И 500 миллионов мы у них заимствовали долларов через Евразийский банк. Ну, я думал, тут поддержим и машиностроение и прочее. А ничего подобного. Все 500 миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей главное. И никуда от этого не денешься. Поэтому где-то, я говорю, надо и потерпеть, сжав зубы. Очень непростой будет будущий год.